Рассмотрим участок приемки-выдачи. Рассмотрим участок приемки-выдачи. Рассмотрим участок приемки-выдачи зависит от мощности станции. На станции техобслуживания малой мощности работы по приемке-выдаче могут быть совмещены и выполняться на тупиковых постах. На станциях же среднего или большого размера данные работы могут быть разделены и организованы на поточных линиях. В зоне выдачи таких станций имеется стоянка для хранения автомобилей, выдача которых по каким-либо причинам задерживается. Схема поста приемки-выдачи приведена на рисунки. Она характерна для станций различной мощности, имеющих раздельные зоны приемки и выдачи. Параллельная тупиковая планировка постов выдачи обеспечивает возможность независимого использования любого поста для проведения комплекса работ по выдаче автомобиля заказчику сразу же после окончания работ по обслуживанию и ремонту, выполненных в производственной зоне станции техобслуживания. Кроме того, такая планировка постов в зоне выдачи позволяет использовать их для осуществления малотрудоемких работ техобслуживания и ремонта автомобилей в период максимальной загрузки, что временно увеличивает ее пропускную способность. Итак, слева планировка поста приемки-выдачи. Первое – это место приемщика. Второе – зеркала для проверки светочувствительных устройств. Третье – подъемник неустойчивый. Четвертое – газоанализатор. Пятое – ход системы отсоса отработавших газ. Справа рисунок – последовательность осмотра автомобиля. Обычно автомобиль поступает в зону приемки после проведения моечно-уборочных работ в зависимости от предварительно заявленных заказчиком работ. Автомобиль устанавливают на напольный или оборудованный подъемником пост приемки, где после тщательного осмотра автомобиля контролер-приемщик оформляет необходимую документацию и согласовывает с заказчиком перечень работ. Осмотру проверки подлежат следующие агрегаты и узлы. Смотрите на рисунок, а я буду перечислять. Первое – левая передняя дверь. Второе – левое переднее крыло, капот, колесо, работа двигателя, подкапотное пространство. Третье – передняя панель кузова и облицовка радиатора. Четвертое – аккумуляторная батарея. То есть нужно проверить уровень электролита. Правое переднее крыло и колесо. Пятое – правая передняя дверь. Нужно проверить работу замка двери, стеклоподъемника, замка поворотного стекла, петель, ограничитель, открывание двери, обивку двери. Правое заднее крыло и колесо. Седьмое – кузов сзади. Заднее крыло и колесо, левая задняя дверь. Проверить работу замка двери, петель и ограничителя двери, а также обивку двери. И девятое – днище кузова, агрегаты и узлы, расположенные снизу автомобиля. По окончании работ автомобиль из производственной зоны поступает в зону выдачи, где в зависимости от видов выполненных работ его устанавливают на напольный или оборудованный подъемником пост. Контролер в присутствии заказчика осуществляет осмотр автомобиля в соответствии с технологической картой на его выдачу. При соответствии заявленных и фактически выполненных объемов работ, записанных в заказе наряде и при отсутствии у заказчика каких-либо претензий, контролер проверяет правильность оплаты заказа наряда и, сняв с автомобиля опознавательный знак, дает разрешение на выезд с территории станции техобслуживания. После проверки качества работ при отсутствии заказчика, автомобиль устанавливают на стоянку ожидания выдачи готовых автомобилей. Приемка автомобиля проводится в присутствии заказчика. При приемке выполняются следующие виды работы. Проверка соответствия данных автомобилей, данных записанных в технический паспорт, контрольный осмотр автомобиля, проверка комплектности автомобиля определенного общего технического состояния, согласование с заказчиком объема, стоимости и срока выполнения работы, а также оформление первичной документации. Продолжение следует...